Итак, продолжаем играть одним городом. Меня зовут Лёша Калецкий, вы на канале Лёша Играет, и это уже третья серия игры одним городом. По-английски One City Challenge, ну и так далее и тому подобное. В общем, как видите, война. Война в самом разгаре. War never changed, как говорилось в одной известной ролевой игре. Я всячески стараюсь защищаться, мой соперник старается меня нагнуть, ну, победить, разбить мою армию. Поэтому, собственно, эта серия будет такая военная. Но вот видите, я подкрался сбоку к его артиллерии и думаю нападать на неё, что, видимо, тогда я потеряю своего-то пехотинца. Либо всё-таки поставить его... Ну вот я подошёл ближе, увидел расстановку, вижу, что у него одна артиллерия стоит. То есть я смогу следующим ходом прорядить её до того, как убьют моего пехотинца. Не важно, то есть мне не особо важно сохранять свои юниты. Если я ими хотя бы два юнита убиваю, это уже хороший обмен. Это моему сопернику важно их сохранять при атаке. Ну и видите, продвижение у меня везде идёт. Защита от стрельбы пушками. Прикрытие называется. Там дополнительные проценты обороны. И сразу даже новые юниты я сразу улучшаю именно в этом направлении. Подставляю их под пушки. Пускай пехотинцев обстреливают. Они заодно и повышение получат. Вот ведь я вспомнил о своём рабочем одном. Вообще неплохо бы, пожалуй, дорогу построить, во-первых. А во-вторых, скоро откроется нефть, и мне надо будет улучшить месторождение нефти. Если, конечно, оно будет на моей территории. Потому что вы же помните, как мне замечательно повезло с алюминием и углём, которых на моей территории не оказалось. Кстати, к прошлому видео у меня задали вопрос, почему я Академии размещал на обработанных клетках, где у меня уже были фермы, а не необработанных. Объясняю. Потому что необработанные клетки были слишком далеко. То есть мне надо было два или три хода сделать своим учёным, чтобы до них дойти. А необработанные вот сразу под городом практически, или хотя бы один ход надо сделать. И таким образом я быстрее размещал Академии и быстрее начинал получать научный бонус от Академии. То есть таким образом я получал больше преимуществ, чем от фермы. То есть город у меня уже достаточно большой. То есть отнять две еды, это меньше минусов, чем не добрать десять науки. Понимаете? Поэтому я как можно быстрее размещал Академии. Так, ну вот видите, как у меня красиво в линию расположены мои войска оборона города. О, кстати, посмотрите, вот видите, у него тут дороги какие-то. Вот видите, где уголь, посмотрите, левее. Вот только что промелькнула артиллерия какая-то. Слушайте, он там дорогу построил рядом с моим городом. И, слушайте, надо проверить, что там такое происходит. Что это за какие-то дорожные работы прямо под Амстердамом запрещенные. Я не давал разрешения здесь строить дороги. Кстати, обратите внимание вот на его город. Вот мини-карта внизу, видите, такой выступ образовался от его карты. Это он генерала использовал, чтобы построить крепость, а она увеличивает территорию вокруг себя. То есть он, видимо, сейчас будет использовать генералов для того, чтобы такой отросток как бы к моему городу провести. Ну, тоже интересная тактика. Я, правда, не уверен, что ему хватит дотянуть хотя бы до моей территории. Я не знаю, это генералов пять, наверное, нужно так, даже шесть, наверное. Лично я бы их все-таки, как я говорил в прошлой серии, я бы разделил свои войска на несколько групп, а именно на три. В данном случае атаковал бы по центру и по краям. Хотя бы там юнитов четыре, и мне уже было бы некомфортно. Потому что, видите, я как бы их так сгруппировал все в одном месте. Не знаю, вряд ли он бы захватил таким образом город. Я бы, наверное, все-таки отбился, я бы отвел там за город, отстреливался артиллерией. Но он как минимум мог бы разграбить мои тайлы с улучшениями. Вот там с железом, вот видите, там со шкурами. То есть порушить мою инфраструктуру. Тем более, что, напомню, сейчас после разрушения тайла, мало того, что деньги за это дают, так еще и лечится ваш юнит. То есть он таким образом мог неплохо продвинуться вглубь моей территории. А так вот, видите, он все постоянно через центр нападает. И мне довольно просто отбиваться. Хотя, конечно, неприятно. Все время волнуюсь как бы не подставить юнитов. Тем более, что я юнитов явно больше пока потерял, чем он. То есть он так тактически лучше действует. Но он, видимо, не знает просто, каковы мои силы. То есть, может ему кажется, что тут я по всему периметру так расставил, и ему незачем соваться туда. Вот видите, мои пехотинцы замечательно выдерживают обстрел из артиллерии. То есть, хорошо, что у меня наука лучше развита. Я быстрее дошел до пехоты, до пехотинцев. И артиллерия им по 9-8 урона наносит всего лишь. И они замечательно стоят. Тем более, что я их еще повышением давал, которое уменьшает урон. Так что у меня два пехотинца впереди стоят. Я их даже не увожу. Они принимают удар на себя. Потом за один ход излечиваются на 20 хит-поинтов. И замечательно себя чувствуют. Ну вот в городе я даже пока прекратил строить военные юниты. Решил построить культурные, чтобы быстрее общественные политики. Но у меня там, собственно, больше уже нечего строить. То есть, там остались здания счастья, которые вообще не нужны. Видите, у меня 39 счастья. И защитные. Но я тоже не хочу их строить, потому что вряд ли все-таки доберутся до моего города. И вот культурные. Ну, я только что открыл эту технологию, которую мне дало культурное здание. Ну, практически идеальное расположение войск у меня. То есть, мои пехотинцы не дают сухопутным войскам соперника подобраться к артиллерии. А артиллерия издалека обстреливает противника. Тем более, я стою на своей территории. У меня общественный институт порядок дает еще дополнительный бонус к защите. Генерал там стоит. То есть, все замечательно. Очень укрепленная такая амбразура у меня там. Не даю пробраться вглубь своей территории. Мои пехотинцы стоят лечиться. То есть, никуда я их пока не двигаю. Но в будущем я планирую понапрягать. Так, открыли нефть. Смотрим. Нефть есть на моей территории. Это замечательно. Так, а где же она? Ага, вон там лево от Амстердама. Так, демография говорит, что у меня уже и солдат больше, и на 13% по науке я опережаю соперника. Ну, кажется, все замечательно. Вот он обстреливает, правда, меня. Ай, там нефть, по-моему, на полдыре расположилась. Ммм, черт. Жалко, конечно, если так. Ладно, мы тут пока... Продолжается бой. Очень... Вот видите, как очень удобно отбиваться. Тем более, когда у тебя войска более продвинутые. Все замечательно проходит. Удалось хорошо расположить... Оп. Вот это я зря сюда пододвинул свой пулемет Гатлинга. Тут оказалось нехило юнитов. Смотрите, он, похоже, делает дорогу вокруг моего города. Ну, рабочего я, естественно, отправляю присоединять нефть. А по исследованиям, поскольку мы нефть присоединили, опять я начинаю исследовать расщепление ядра. То есть, иду к атомным бомбам. Так, ну, я думаю, тут вообще стоит начать уже войсками как-то нападать на соперника. Так, так, пехотинец идет на помощь пулемет... А, не успел, ход закончился. Видите, сейчас мой пехотинец, получается, походил за этот ход. Черт, 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 черт. Так, мне кажется, пулемет Гатлинга там... Так, надо своей пехотинцами выходить вперед. Ой, пушку мою разбомбили. Жалко. Это такая потеря. У меня так пушки хорошо стоят. Ну, видите, он как-то с этой стороны начинает меня обходить снизу. О чем я и раньше говорил, что надо было бы ему снизу на меня нападать. Видимо, телепатически меня услышал. Ой, блин, и Гатлинга тоже. Так, ну я тут сейчас пулемет Гатлинга, и его тоже уничтожу, потому что у меня вот там пушка дотягивается. И пока переключаюсь на кавалеристов. Это сейчас такой уже ретро-юнит, то есть у меня более крутые, новейшие, но у меня медленные юниты. А кавалеристы сейчас на четыре клетки могут ходить. Поэтому построю их, чтобы они у меня патрулировали территорию. Он так как-то меня волнует, что он вот со всех сторон начал идти. И мне нужен быстрый юнит, который бы следил за его перемещениями. Мог быстро передвигаться туда-сюда, там выскакивать вперед и сразу отскакивать обратно. Черт, видите, мои пушки не дотягиваются. Он расположил свой юнит и так, что я не могу до них дотянуться. Так, ну, к сожалению, придется польдер здесь убрать. И на его место построить нефтедобывающую вышку. Так, ну вот мой пехотинец добрался до пушек. Хоть что-то тут я смогу уничтожить-то. И пока прикрываю пехотинца другими своими пушками. Ну, вот видите, у нас тут серьезная заруба внизу. Он перевел свои войска вниз. И надо бы, наверное, мне как-то передислоцироваться. Кавалериста передислоцирую на Южный театр боевых действий. Видимо, мы все туда переместимся. Вот видите, он построил дорогу внизу. У него идет дорога, обратите внимание. И он как раз по ней очень так комфортно перекинул все войска вниз. И, похоже, будет меня атаковать снизу. Да, ну, надо продолжать строить юнитов. Вот еще одного кавалериста построю. Мне двоих вполне хватит для патрулирования всего, что тут есть. Так, этой пушкой все еще не достаю. Так, что же делать? Ну, тут, к сожалению, придется заменить польдер вышкой буровой. Кстати, вот обратите на голландскую нацию внимание. У них очень прикольный этот польдер. Он, во-первых, и еды больше дает. А после открытия экономики у него там и по войскам, и по науке я в комфортном впереди. Так, он все нормально. Значит, польдер после экономики еще и производство там у него добавляется, и золото. Он замечательно. Великий инженер открылся. Там есть какое-то чудо, я помню. Его и построим. Им. Так, ну вот, видите, я пока передислоцируюсь. Он успел до убийства моего пехотинца еще его кавалерию прибить. Слава богу. Так, что тут у нас? Лувр или Христос Искупитель? Христос Искупитель снижает на 10% принятие общественных институтов. А Лувр... Так, Лувр. Два великих чувака. Это круто, потому что мы их в топку Золотого века. Блин, я пока там рассматривал, у меня двух юнитов тут прибили. Зашибись. Да, ускорим Лувр моим инженерам и получим двух великих артистов, которых я в топку Золотого века отправлю. А у меня же там еще, по-моему, Чеченица построена. То есть у меня Золотой век будет долгий. Так, ну что, выдвигаю. Я посмотрю, у него там... О, одна артиллерия стоит. Замечательно. Все, выдвигаем своих юнитов и следующим ходом попробуем как можно больше его артиллерии уничтожить. Как-то он ее без защиты тут оставил. Обратите внимание, что я так передвигаю своих юнитов, чтобы снизить его возможности по передвижению. Несмотря на то, что у него дорога, его юниты смогут только на одну клетку передвигаться, потому что рядом вражеский юнит, то есть мой. Не забывайте об этой особенности. То есть он не сможет сейчас быстро увести свою артиллерию. Так, ну, все, добиваем артиллерию. Видите, он только на одну клетку сейчас смог увести, и я ее кокнул. Так, мы того стрелка не трогаем сейчас, потому что не сможем его убить с одного хода. А вот артиллерию, сколько мы трех сейчас уничтожили уже? Очень хорошо. Вот, четвертая. То есть я его артиллерию сейчас проредил внезапным марш-броском. О, на 18 ходов золотой век. Замечательно. Очень хорошо. Почему золотой век важнее, чем снизить на общественные институты? Потому что мы же сейчас строим войска постоянно. А золотой век дает прибавку и к производству, и к золоту. Поэтому мы сможем и купить больше, и построить быстрее. Аж на 18 ходов. Ну, а вот заодно денежки потратим на больницу, которая добавляет нам еды. Так, ну, военную базу уже достроим, раз там один ход остался. О, еще одну. Сколько я уже? Пять артиллерий, по-моему, за этот ход уничтожил. Очень, очень замечательная вылазка. Вот, еще и с помощью веры еще одного инженера получил. Вот, сейчас я им закончу еще и Христа Искупителя. Отбился и, что называется, поперло. Так, теперь обратите внимание, теперь я использую его дорогу, которую он для себя строил. Так как я тут его войска прорядил, теперь... Я могу этой дорогой пользоваться, потому что она на нейтральной территории. Могу по ней передвигаться с такой же скоростью, как и он. И прям очень хорошо. Видите, здесь я все войска его разбил, но я боюсь его атаки снизу все еще, потому что я не вижу, что там происходит. Может, он туда все перевел и оттуда будет сейчас нападать. Ну, вот инженером заканчиваю Христа Искупителя. А, еще у меня еще один великий генерал появился. Ну, вот. Можно будет великим генералом крепость построить. Ну, вот знаете, то, что я ее здесь построил, это, я считаю, вот сейчас ошибка. Надо было строить рядом с нефтью, вон там, видите. То есть, на две клетки, как бы по диагонали вниз и влево. И вот там, там ставить крепость, потому что я бы тогда и нефть захватил, и холмы, на которых мог бы закрепиться, еще и его дорогу бы захватил, помешал бы ему по ней перемещаться. А вот зачем я там крепость поставил, я не знаю. Почему-то, ну, я, может, просто побоялся передвигать генерала, но вообще, вот сейчас я, глядя на это и комментирую, я понимаю, что это ошибка. Надо было ставить рядом с нефтью. Не, вот, еще раз повторю, на две клетки вниз и влево. То есть, я бы тут сразу много тактических штук выиграл. И захватил бы нефть, и захватил бы его дорогу, помешав ему перемещаться по ней. Туда-обратно. И у меня был бы еще и плацдарм через реку. Так, у меня пришло время принимать очередной общественный институт, и вы сейчас увидите, что делает человек, когда он расслабляется, считает, что у него все хорошо, и у него отключается мозг. Ну, сейчас дойдем до выборов. Вот сейчас я разведал, что у него тут на холмах происходит. Видите, у него там несколько маленьких крепостей построено, установлены его войска в защиту, но следующим ходом я буду туда нападать. Пока я поставил в оборону свои войска, но благодаря его дороге... И вот смотрите, я теперь смотрю, что у меня порядок принят, но раз у меня нету фабрики, то есть, как бы, принимать следующий в порядке нету смысла. И я принимаю автократию, не обращая на то, что автократию нельзя принимать вместе с порядком, и у меня блокируется порядок, то есть, все бонусы, которых я два общественных института принял в порядке, они у меня убираются, я за это ничего не получаю, естественно. И, более того, я теперь не могу строить великого инженера, я еще пока об этом не знаю. Вот сейчас мне пришло сообщение, типа, перераспределите. И вот тут я понимаю, и вот тут я вижу, что у меня порядок закрыт. И зачем я принимал автократию? То есть, я, ну, я как бы, я понимаю, зачем, я думаю, вот, война. Но если бы я подумал хоть немножко своей маленькой тупой головой и вспомнил, что у меня при этом порядок выключится, причем мне там было написано, что порядок выключается. Когда я нажал автократию, мне там еще написали, вы подтверждаете, что вы хотите, чтобы принять автократию? Имейте в виду, что порядок отключится. Нет, я все равно нажал подтверждаю и благополучно прокакал две общественных, два общественных института, принятых в порядке. И это произошло только из-за того, что я вот сейчас расслабился, типа, отбил атаку вот оттуда. Думаю, о, какой я молодец, как у меня все хорошо. И думал-ка отключилась. Ну, я вот смотрю, что в городе пока мне нечего строить. Буду продолжать строить юнитов военных. Ну, радиовышка, конечно, неплохое здание. Она очень сильно увеличивает приход науки. Но в данном случае ни я, ни мой соперник культурную победу уже достигнуть не можем. Поэтому только ради общественных институтов. А я сейчас еще расстроился, что так странно два общественных института профукал. Ну, вот, замечательно добрался до его артиллерии еще в очередной раз. И вот у меня двумя юнитами я вполне могу две артиллерии приговорить. Да, вот, убиты две артиллерии. Сейчас еще вон третьего, ну, правда не убью, но подведу еще одного пехотинца. У него тут, видите, артиллерия вообще как-то без защиты находится. Но я думаю, что он просто забыл о дороге своей. Ну, естественно, я не упущу возможности над ним позлорадствовать в чате. Хорошая дорога, мне очень нравится. Пишу я ему. Пусть порастраивается там на том конце провода. И вот я, используя, собственно, построенную им дорогу, во всю громлю его войска. Потому что, конечно, пехотинцы намного сильнее артиллерии в рукопашном бою. И вот сколько я уже, за два хода четыре артиллерии уничтожил. Замечательно. То есть, получил компенсацию за все свои прошлые потери. Ну, вообще, смотрите, какую он работу втихаря провернул. Как он практически кольцевую дорогу сделал вокруг моего города. И пишет, и денег дай. И, кстати, эта дорога стоит ему на содержание. Довольно прилично. Это вот только здесь я, наверное, клеток 15 вижу. То есть, это уже минус 15 ему в золоте. А до сюда еще она идет, сколько от его города. То есть, прилично у него на содержание это уходит. Ну, своим пехотинцем я продолжаю громить его артиллерия. Он там, правда, уже не жилец явно. Его там и найдут. Но зато я его войска окончательно добиваю в том месте. И тут еще вот артиллерия с кавалерией разбирается. Ну, можно сказать, поздравить себя с тем, что мы отбились от атаки моего противника. Честно говоря, мне кажется, что если бы он действовал чуть более уверенно, ну, то есть, с большим нахрапом нападал, и не с одной позиции, а хотя бы с двух, хотя бы с двух, у меня были бы большие проблемы. И, конечно, все могло закончиться не так хорошо. Опять же, повторюсь, вряд ли он взял бы мой город. Но разрушение у меня в тылу устроить и затормозить мое дальнейшее развитие мог вполне. Но меня выручило, опять же, очень сильно выручило, что я впереди него по науке был. У меня были более продвинутые юниты, в данном случае пехотинцы, которые выдерживали его нападение. Ну, вот я еще покупаю бомбардировщики, потому что подсоединил, наконец-то, нефть. И сейчас попытаюсь ими бомбардировать. На всяком случае, теперь мне будет намного легче отбиваться, потому что они, можно сказать, что это такая артиллерия на очень много-много клеток. И теперь я уже не боюсь нападения на свой город. Так, ну, естественно, продвижение по сухопутным юнитам, чтобы они больше урона наносили сухопутным юнитам. На 66%, как я понимаю, больше урона будет. Значит, плюс к тому, что у меня были более продвинутые войска. И вы когда будете играть, не как я, против одного соперника, а против многих, они там, например, попадут на четыре города или вообще там по расползанию, вы явно тогда будете дальше них по науке. И чем дольше на вас не будут нападать, тем сильнее ваши юниты будут. Понимаете почему? Да, они будут более продвинутые. Естественно, если к вам придут, там, шесть мечников, а у вас будет против них два стрелка, то, скорее всего, вы эту атаку отобьете. Несмотря на то, что ваш соперник потратил время на производство аж шести мечников, а вы всего двух стрелков создали. О, кстати, открылась атом, и у меня уран на территории есть. Какое счастье, хуй. И в этом мне хоть повезло, хоть нефть и уран имеются. Естественно, начинаем строить проект Манхэттен, чтобы заполучить побыстрее атомные бомбы. Так, ну что, у меня есть бомбардировщики, а обстреливать-то мне некого. Вон, смотрите, у него там до сих пор его рабочий что-то дорогу продолжает клепать. Он неугомонный, надо вообще захватывать. Блин, где его войска? Я хочу кого-нибудь бомбардировщиками побомбить. Что за фигня? Ну, пригодится рабочий нам, правильно? Раз он там без защиты стоит. Ну что ж, придется бомбардировщикам тогда поспать пока. Пока никаких соперников не видно на горизонте. Так, ну тут скоренько отправляю на производство, на улучшение урана, чтобы заполучить его в свои ресурсы. И на защиту поставлю пехотинца, естественно, потому что очень близко от границы находятся. Так, где же его... А, вот они, та, где мои бомбардировщики. Давайте бомбить. Люблю бомбить. И так... А, черт, видите, где граница? Докуда я только могу... Да, жаль. Сука, раз, два, три, четыре, пять клеток не хватает. Эх. Причем, вряд ли он сейчас уже подойдет. Ну, да. Надо открывать следующую технологию в летательных юнитах. Апгрейдить до следующего уровня мои бомбардировщики. И тогда они только достанут. Черт, какое разочарование. Блин, я так надеялся сейчас побомбить кого-нибудь. Вот видите, не все я помню. Не помню вот все этих радиусов, юнитов, как далеко они будут находиться. Если бы у меня было несколько городов, я, конечно, мог бы передислоцировать на более выгодную позицию. Мои бомбардировщики. Я уже оттуда пытаться. Ну, вот видите, перевожу на дорогу своих юнитов. Хотя я его так вот опасно поставил. Это хорошо, никто из соперников там не видит. А так бы он мог по дорожке-то подбежать близко. Черт, вот я сейчас, так как у меня нету порядка, я не могу покупать великих инженеров. А великие ученые сейчас дорогие. Знаете что, наверное, стоит тогда покупать великих полководцев, точно я на него и ставлю. И вот такой же отросток устраивать, как и у моего соперника. То есть тратить великих полководцев на такие вот крепости. Тем более, что, может, я тогда до угля доберусь наконец-то. Видите, где уголь, да? То есть мне надо всего два генерала потратить, чтобы добраться до угля. Один генерал у меня есть, а второй примерно через хода 3-4 появится. Вообще, неплохо было бы построить дорогу вот к тому месту, где уголь. Наверное, я вот сейчас зря уничтожил этого рабочего. Но это рабочий, который я захватил у соперника. Так-то мой один вон на уране до сих пор строит улучшение. Надо было его использовать и дорогу строить. Тут я размещаю свои юниты, чтобы они следили за передвижением соперника. Чтобы он тут без моего ведома опять не стал окружную дорогу строить. По ней распространять своих юнитов. Вот будет у меня... О, смотрите, у него уже тоже пехотинцы появились. Ага, значит, он тоже до пластиков дошел. И у него уже явно лаборатория в городе стоит. Так. Ну, не знаю, надо бы уже... Надо бы уже генералам строить крепость. Так, ну, рабочим, естественно, уран присоединяем. Ну, аж 8 ходов долго будет присоединяться. Ну, здесь выкрепление устанавливаем. Тяжело будет мою пехоту с улучшениями на пересеченной местности выкурить, конечно, оттуда. Ну, очередной общественный институт можем принять. Да, теперь у нас автократия. Так бы я уже в порядок у меня был бы развит. Ну, давайте популизм. Потому что с деньгами у меня вроде проблем нет. А вот юнитами мы тут хорошо воюем. И для того, чтобы поврежденные юниты лучше воевали, это неплохое добавление. Да, но до сих пор не могу, блин, напомниться от того, что я так по-дурацки принял автократию. И закрыл порядок в это время. Это, конечно, грубый просчет. Просто невнимательность. Ну, видите, в то время, как мой соперник оставил свои позиции, я свои юниты перевожу на эти позиции, чтобы занять господствующие высоты на холмах и не давать моему сопернику ближе подбираться к городу. Так, что у него там в городе? Ну, вот смотрите, он у него уже размером 46, а у меня 41. Но в данное время игры, то есть уже в конце, как бы, ближе к концу, размер города не настолько критичен, как в начале. То есть здесь я, видите, больше уделял время академиям и производству, и меньше. Ну, вообще, у меня, видите, только две клетки свободные остались. Вот вверху справа, если вы обратите внимание, с фермами они не заполнены. Все остальное у меня стоит на специалистах или на клетках города. Так, вообще, стоило бы... Я считаю, что надо бы уже своего генерала использовать для строительства. Да, и к мото-пехоте потом идти, чтобы апгрейдить. Да, даже сейчас пойду к мото-пехоте, тем более, что там по пути будет пенициллин, в котором здание, увеличивающее еду. Я хоть и отстаю, но надо бы немного подтянуться. Вот, получаю генерала. Раз у меня есть еще один генерал, то можно того генерала использовать на строительство крепости. Так, давно я вам не зачитывал, что мой соперник по этому поводу пишет. Значит, была война, которую ты сам прекрасно видел. Замечу только, что количество войск было таковым, что я, то бишь мой соперник, тролль и рыбак, не успевал их передвигать. То, что ты видел на фронте, это всего половина моей армии. Остальное осталось на магистрали, и я их не успевал подводить. Секундомер не позволял, а город производил по два юнита вход. Стрелки и арт-батареи. Ну, имеется в виду, что одних он строил, а других покупал. После проигрыша в войне я все же решил взяться за ум и пошел по науке. Хотел получить ядрен-батоны, то бишь ядерные бомбы, и жахнуть. Ну вот, я тоже иду к ядерным бомбам. Посмотрим, кто быстрее. Как видите, я своего одного генерала потратил на крепость. Получил доступ еще к одному ресурсу нефти. Но вот до угля я так и не дотянулся. Зато вот еще очередной ученый. После того, как вы построили лабораторию, теперь ученых тратьте на бесплатные исследования. То есть, они будут вам открывать науки. Вот сейчас я не очень правильно поступил. Надо было сначала выбрать исследование, а потом потратить ученого. И тогда бы вы на этом ходу получили все... Ну, не все, а, не знаю, две или три технологии. А так, вот теперь будет по одному ходу они открываться, что, ну, конечно, не очень удобно. Так что имейте в виду, когда вы тратите ученого на открытие технологий, вы сначала в дереве выбираете движение, а потом уже тратите ученого. Желательно выбрать не одну технологию, а сразу несколько по дереву, чтобы сразу несколько технологий и открылось. И еще раз обращу внимание, что до строительства лабораторий, до открытия пластиков и строительства лабораторий, вы ученых садите на землю в виде академии. После строительства лабораторий, подождите 8 ходов после того, как лаборатория построится, и тратите уже великого ученого на технологии. Объясню почему. При трате великого ученого на технологии, Вы получаете сразу столько науки, сколько ваша нация выдавала по науке за последние 8 ходов, ну и все это суммируется, то есть суммарное количество науки за последние 8 ходов вашей нации. А так как лаборатория это последнее научное здание в игре, то считайте, вот как раз вы будете и получите максимальную отдачу от использования великих ученых. Ну то, что я танки строю, это потому что мне там особо строить нечего, а танки быстроходные юниты, и я просто буду ими сейчас по карте разъезжать и смотреть, что делает мой соперник. Вот видите, отправляют анкетку на еще единственное неразведанное мною место. Так, что там как раз проект Манхэттен, видите, я его опережаю, я уже проект Манхэттен давно соорудил, а он только сейчас его строит. Но дело в том, что у нас мы еще не открыли ядерные бомбы, поэтому бы строить особо нечего. Ну, я не планирую как бы бомбардировать его город, потому что просто ядерная бомба не долетит до него, а вот уничтожить его армию, которая вот здесь явно он скопил. Вот видите, мы видим только два пехотинца, но явно там у него побольше их стоит. Так вот, уничтожить его армию вот в том месте я очень даже хочу. Своим пехотинцем здесь внизу я уничтожаю его дорогу, чтобы он не мог, если у него опять там начнется какое-нибудь нападение на меня, если он скопит войска, чтобы он не мог ее воспользоваться, ему пришлось бы для начала хотя бы ее ремонтировать. Ну, а военными юнитами банально продолжаю его там напрягать, обстреливать. То есть партия перешла в такую вялую перестрелку, потому что ни у кого из нас недостаточно сил напасть друг на друга. Поэтому мы сконцентрировались на развитии города сейчас и вот так. Вот, а я его дорогу уничтожаю, не на своей территории. Кстати, интересно, при уничтожении дороги вот таким образом, при разграблении точнее, он продолжает за нее платить или нет? Ну, наверное, нет. То есть я ему тут небольшую услугу таким образом оказываю, побольше ему денежек там будет приходить. Но для меня все-таки важнее, мне будет спокойнее, если эта дорога будет разрушена и не будет тут вокруг моего города напрягать меня. Так, в городе я пока решил ничего не покупать, а оставить деньги, вот, не помню, как называет супермаркет, по-моему, или... Вот здание, которое после пенициллина откроется, оно еще будет добавлять еды к городу. И я лучше подожду. Вот, кстати, у моего соперника один ход до строительства проекта Манхэттен осталось. Подожду, во-первых, этого здания, его куплю, а во-вторых, еще оставлю деньги на атомную бомбу. А так, вообще, в целом я явно по науке опережаю своего соперника, и вряд ли он меня уже догонит, поэтому буду идти на научную победу, то есть на строительство космического корабля. В войне мы тут без вариантов не сможем друг друга победить. Ведь вряд ли мы, хоть один из нас, даже если я сейчас начну клепать одни военные юниты, я очень сильно сомневаюсь, что смогу как-то, ну, хоть чуть-чуть даже поколебать его оборону. Тем более, что и у него, и у меня скоро будут атомные бомбы, и мы просто сможем одним ударом целые армии уничтожать, так что нет смысла тут какие-то большие армии устроить, которые скоро все равно будут уничтожены. Ну, видите, я рабочим решил, кстати, не просто дорогу строить, а железную дорогу, ну, чтобы, видимо, побыстрее движение было. Денег у меня много, так что... О, очередной артист. У меня опять начинается золотой век. Бесконечный практически. Ну, тут за счет того, что у нас много построено чудес света, что у него, что у меня, и мы не продаем свои ресурсы, поэтому у нас так много счастья. Так-то в нормальной игре, не в дуэльной, конечно, у нас счастья будет меньше, и золотых веков будет поменьше, само собой. Ну, вот уже решил построить радиовышку, чтобы увеличить выхлоп от культуры. Ну, дело в том, что, видите, я по автократии иду, то есть я как бы, если бы я продолжал идти по порядку, то я бы хотел быстрее принять всякие дополнительные институты, но автократия дает преимущество только для армии, а я сомневаюсь, что мы тут в ближайшее время как-то сильно будем воевать, поэтому я не особо стремлюсь уже получать новые общественные институты, и если есть возможность, я трачу силы города на что-нибудь другое. Так, пенициллин открыт, можно построить вот это здание, точнее, купить... А, металлаборатория. Металлаборатория, видите, 25% сохраняет еды, это плюс еще к 40% от акведука, то есть 65% будут сохраняться при переходе к новому гражданину. У меня сейчас будет город очень быстро расти. Ну, вам сейчас, наверное, скучновато немного стало, потому что, видите, такие унылые ходы проходят, собственно, ничего сверхнеобычного не происходит. Мы сконцентрировались на гонке к атомным бомбам, к ядерным бомбам, к атомным бомбам, и так слегка покалываем друг друга юнитами военными. Я тут вот еще исследую своей танкеткой его задний двор, а войска сгруппировал вот на этом аппендиксе, отростке, который я сделал генералами, чтобы, ну, не дать сопернику прорваться, если он решит вдруг задумать атаку. Но я очень сомневаюсь, что у него сейчас есть желание и возможности атаковать меня. Все-таки я его армию тогда сильно проредил, его артиллерию, и вряд ли он очнулся, восстановил свою боеспособность на данный момент. Так что мы просто тут перестреливаемся, тихонечко, без надежды как-то сильно поколебать друг друга, тем более, что, видите, мы тут что он, что я стоим в клетках с академией, с крепостью, и очень трудно этих юнитов убивать. Вот этим своим пехотинцем я контролирую, чтобы мой соперник через этот маленький проход в горах случайно не напал на меня снизу, то есть не обошел меня. Ну, я вам рекомендую, естественно, все вот эти подходы тоже контролировать внимательно, чтобы вас не застали врасплох, не дай бог. Аж стихами заговорил. Ну, видите, у меня такие уже продвинутые юниты с большим количеством улучшений. Ну, видите, я даже сейчас уже не знаю, что мне строить в городе. Как бы юнитов... Ну, приходится юниты строить, но я уверен, что они мне уже особо не понадобятся. Ну, вот, строю самолеты просто в надежде их потом проапгрейдить в более лучшие и бомбить его юниты. Но я, честно говоря, просто жду атомную бомбу, чтобы жахнуть вот в то место, где его крепость стоит. И тогда я очень большое количество его юнитов накрою явно, которые там скопились, в ожидании чего-то. Тоже не знаю, чего он вряд ли... Опять же, я повторюсь. Так, что по демографии? Чуть-чуть меньше войск у меня. То есть, приблизительно... Все-таки мы одинаковые в войне. И на 12% у меня лучшая наука. Так, я иду к моторизованной пехоте, только я не понимаю, почему так странно через экологию. Хотя надо было через расщепление ядра, то есть, открыть атомные бомбы. И потом уже экологию, и дальше моторизированная пехота. Что-то тут я опять уснул, видимо. Ну, а тут чуть меньше содержания юнитов. Правда, у меня их не так много, что тут какие-то большие деньги на них шли. Да, вот видите, еще одна небольшая ошибка. Надо было к атомной бомбе сначала дойти, а потом уже там по экологии, дальше к механизированной пехоте. И вообще, чего я вот того генерала держу, как бы у нас тут войны-то особо не происходит, надо его использовать для строительства крепости и захвата вот угля, который там как раз еще чуть-чуть до него дотянуться осталось. Тут я опять же торможу, мне нужен уголь и строить фабрику быстрее в городе. Так пока профукиваю возможности. Абсолютно бессмысленно я сейчас вот сохраняю своего этого генерала одного. Ну, он дает, конечно, 15% к силе юнитов, но сейчас такая ситуация абсолютно патовая, что я уберу эти 15%, чуть больше будет получать урон мой юнит, но все равно войска-то равные, не сможет мой соперник меня вынести с этой территории. Да, вот опять же, по науке не совсем так иду, как надо, и по полководце решил взять. То есть, видимо, сейчас я подумал о том, что надо этого полководца садить на крепость и от веры брать следующего полководца. Но так вообще, конечно, откровенно торможу. Надо более активно тут действовать, а не держать генерала в бездействии. Ну, скучно, согласитесь. Сейчас скучные ходы. Так обстреливаем друг друга, никаких активных действий не происходит. Большое у меня желание их повырезать и вам не показывать, чтобы вы не зевали, не сидели перед монитором. Но я уже раз обещал полностью каждый ход показать в игре за один город, буду обещание сдерживать. Ну, чтобы мой соперник не расслаблялся и чтобы у меня была какая-нибудь веселуха, я, видите, двумя своими танкетками тихонько подкрался сбоку к его городу. А он и не ожидает, понимаете. Он тут собрал юниты свои и обстреливаем друг друга по очереди. Я там хоть повеселюсь, может, какой ресурс у него уничтожу пока. Надо в процессе игры всякие задачки перед соперником ставить, чтобы он, ну, как бы боялся, что вы в очередной раз выкинете. Ну, вот видите, я здесь поставил своего пехотинца, чтобы он с этой стороны контролировал продвижение соперника, чтобы соперник не двинулся вот в этот проход, как я до этого говорил. Ну, вот я попадаю на территорию соперника. Видите, у него тут академия на угле находится. Сейчас мы эту академию следующим ходом товой. И... А еще одна академия, видите, у него на железе. Ну, вот он подвинул. Ну, я успею следующим ходом уничтожить академию. Видите, у него тут возникают по очереди уже два пехотинца, три пехотинца. Но он явно не ожидал, что я оттуда появлюсь. Видите, у него в той стороне вообще никаких юнитов не было. О, еще и... Не помню, как это пулемет называется. То есть он быстренько перекинул. Ну, сейчас надо быстро уничтожать академию. Ну, на пару ходов. То есть он... Все, и убегаем, убегаем. Он успел убежать. Круто. А у него же эти... Мало ходят его пехотинцы. Всего на две клетки. А у меня танкетка на четыре. Поэтому мы быстро передвинули ее. И защитим еще... Да, кстати. Его стена перестала работать. Я не помню, после какой технологии. Но в эре атома уже стена в любом случае не работает. По-моему, она уже в современности не работает. Поэтому у меня нет штрафа при передвижении по его территории. Я без проблем вот своими быстроходными юнитами. А именно я быстроходные специально использую, чтобы быстро уносить ноги оттуда. Своими быстроходными юнитами всякие гадости могу у него в тылу делать. Было бы неплохо, конечно, еще вот и с юга к нему как-нибудь подобраться. Вот я смотрю, что у него тут в городе. Какие специалисты стоят. Ну, практически все заполнено специалистами. Кстати, максимальный размер города, при котором его жители обрабатывают все клетки и во всех зданиях сидят специалисты, это 52. Потом уже выше 53-54 это будут появляться безработные. Ну, вы увидите. Дальше у нас города дотуда дорастут. Будут такие огромные. Да, ну, конечно, пехотинцы сильны против танкеток. У меня явно танкетки слабые юниты на данный момент. Но я не намеревался ими особо воевать, там, каких-то юнитов убивать. Я хотел только слегка нагадить в закромах. Вот, к сожалению, до сих пор не могу ни ГЭС, ни фабрику построить. А, я вспомнил, почему я на экологию-то иду. Хотя все равно надо было сначала на атомную бомбу пойти, но экология дает возможность строить мусорный завод, который дает два ресурса алюминия. И благодаря этому я смогу, во-первых, построить ГЭС одним ресурсом алюминия, а другим ресурсом алюминия буду строить космический корабль. Вот я как раз вам мышкой показал мусорный завод и какие у него особенности точно. Именно поэтому я шел к экологии, потому что у меня были проблемы с алюминием. Но это все равно не значит, все равно плохо, что я не открыл атомную бомбу до этого. Я бы мог уже... Ну вот, покупаю мусорный завод, все верно. И сразу могу, кстати, и ГЭС купить, у меня хватит денег. Ну и почему я не купил ГЭС? Опять невнимательность. Ну, хотя, с другой стороны, как бы вот прямо сейчас она мне особо не нужна. Мне продукция вот в данный момент большая и не требуется. Я же просто юниты строю, а не космический корабль, например, или какое-нибудь чудо света. Вообще же, вот в обычной партии лучше всего было бы идти к спутникам сразу. Потому что здесь очень важное чудо – Хаббл, телескоп Хаббл, который дает, во-первых, двух ученых, а во-вторых, бесплатный космический завод. То есть мы сможем быстрее, намного быстрее строить части к космическому кораблю. Но так как у нас тут, видите, война, я немножко изменил этот путь. Тем более, что мы вдвоем тут. То есть я могу контролировать своего соперника и слежу, по каким технологиям он идет. То есть я не дам ему быстрее меня до Хаббла добраться. Следующий у нас на очереди технология Радар. Как раз проапгрейдю своих бомбардировщиков. И буду ими, надеюсь, теперь они достанут до соперника. Буду ими бомбить все живое. Ну, опять же, скучные ходы, когда мы тут друг друга обстреливаем. Даже не можем убить свои юниты соперника. Он даже до желтого, не можем опустить их очки здоровья. То есть серьезно сидим в защите, что он, что я. Ничего интересного не происходит. Будет скучно, скучно. Мы идем по развитию городов. Тут тихонько передвигаю. Ведь я юниты оставшиеся, вырвавшиеся на свободу. Живые, слава богу. Я думаю, он уже академию там свою восстановил. Так что ему так. Всего на пару ходов испортил настроение. Чуть подпортил науку. Ну, может, какую-нибудь технологию на один ход позже откроет. Тоже хорошо. Потому что вообще общая победа в цивилизации складывается от всяких из таких мелочей. Видите, я уже железную дорогу так построил довольно далеко. Почти дошел до своей крепости. То есть у меня юниты быстро на этот пятачок приходят. Блин, когда же я уже наконец генерала-то использую? То есть я, видимо, решил дождаться второго генерала. Без этого мне страшно своего генерала отдавать. Но я должен до того угля добраться. То есть с помощью крепости я смогу добраться вот до этого угля. Смотрите, у него там что-то рабочий тоже делает. Крепости строит. Ну, такие крепости, которые рабочие устанавливают. Это генеральские-то крепости покруче. Они же еще стреляют вокруг себя. То есть каждый юнит, который остается рядом с крепостью в конце хода, по-моему, получает урон в 20 очков здоровья. Ну, у меня опять золотой век начался. Вообще бесконечные какие-то золотые века у меня. Ну, я думаю, и у моего соперника тоже. Потому что, опять же, напомню, что у нас счастье немерено. Как все-таки красиво сгрудились наши войска. Вот сюда жахнуть одну ядерную ракету. И ни его армии больше нету. Ни моей армии больше нету. Все счастливо умерли в ядерном угаре. Такая локальная Хиросима. Ну, а так, блин, скукота вообще. Мне даже скучно вот это комментировать. Я думаю, вам смотреть еще скучнее. Ну, идет развитие. Вот я поэтому и не люблю делать летсплеи. Понимаете, что не всегда все интересно. Так я хоть могу смонтировать видео по стратегии. То есть, самые важные моменты показать. Все самое интересное. И держать интерес зрителя на протяжении всего видео. Вот что мне сейчас комментировать, как бы непонятно. То есть, всю стратегию развития я вам уже рассказал. Что где строить, рассказал. Нам надо сейчас дойти до спутников и дальше идти по технологиям космического корабля. Это и я, и мой соперник, понимаем. То есть, это у нас, то, что мы тут увозимся с войсками, ничего не значит. Потому что ни он, ни я, я уже повторяюсь, не можем друг друга победить в войне. Просто перестреливаемся, чтобы так, немножко экспы набрать. Или какие-нибудь усовершенствования добавить своим юнитам. Но по-хорошему не происходит вообще ничего. Вот было бы тут много сейчас соперников. Тут была бы такая хорошая бойня. Потому что как раз, как бы, нечего, никакие здания строить не надо. У всех были бы войска, и такая бы мировая война происходила. Вы меня спросите, зачем я построил лансера? А потому что он потом апгрейдится в вертолет, который летает на шесть клеток, если мне не изменяет память, через любую местность, по прямой. То есть, такой хороший разведывательный юнит. Ну, так, на будущее, как бы, я его построил. Потому что уже вообще строить нечего. А строить, опять же, юниты военные, ну, бессмысленно на данный момент. Они будут тратиться деньги на их содержание. Я лучше поднакоплю денег и куплю нужное мне здание в ближайшем будущем. Да, я вам еще раз напомню, по-моему, говорил во второй серии и в первой тоже, что игра одним городом не значит, что вам не надо другие города захватывать. Имеется в виду, что вам не надо строить свои другие города. Потому что при одном городе вы, во-первых, у вас будет больше счастья. То есть, вам там не надо мучиться с постройкой зданий для счастья. У вас наука будет меньше... Не наука, а меньше требоваться культуры для принятия общественных институтов. У вас все национальные чудеса будут строиться практически сразу и требовать меньше времени для строительства. Потому что я напомню, что все национальные чудеса, чем больше городов у вас, тем дольше они строятся. И тем, ну, сложнее их будет вообще построить. Потому что для национального чуда надо, чтобы во всех других городах было определенное здание уже построено. Вот это самые основные плюсы игры одним городом. Но вам ничто не мешает захватывать другие города и делать их марионеткой. Да, у вас будет чуть меньше счастья, но благодаря тому, что у вас есть еще больше городов, которые сателлиты, они вам будут давать еще культуру, тоже науку. Ну, то есть, неплохой бонус при этом. А ваш город основной будет очень бурно развиваться, очень бурно расти. И это и при игре онлайн, вот соперники, которые играют через один город, представляют серьезную проблему. Потому что, ну, подобраться к этому городу довольно сложно. Вот что вы и видели сейчас, когда я защищался от тролля-рыбака. Поэтому игра через один город очень неплоха. Просто, ну, знаете, что не обязательно... Вот так я тебе смотрю, что тролль-рыбак автократию закрыл уже всю. Просто не значит, что надо вот прям сконцентрироваться только на одном городе. Если у вас есть возможность строить армию, или, например, там на вас кто-нибудь нападал, и вы успешно отбились, то можно этой же армии идти его города завоевывать. Особенно, если он не через один город играет, а через несколько. У него явно есть какие-то неразвитые города, и их можно захватить. Ну, вот видите, наконец-то мои бомбардировщики достают его юнитов, буквально одну клетку, но все равно. Но очень большие повреждения получают мои юниты. Правда, я вижу, что я бомблю его пехотинца со многими усовершенствованиями. То есть он так хорошо прокачан. Но видите, впервые за долгие ходы какой-то юнит, которого он или я бомбим, до желтенького дошел. Значит, можем его убить. Не знаю, он вообще замечает. Я уже не всегда обращаю внимание на то, что он бомбит моих юнитов. Может, он даже и не видит сейчас, что его юнит тут... А вот, убрал его. Поставил лечиться. Ну, смотрите, он тут уже сколько крепостей понастроил. Четыре крепости, вот полукругом таким. То есть такой в серьезную оборону встал. А я, видите, забил на это. Нифига никаких крепостей я не строю. Ну, кроме того, что я генералом построил. Мне кажется, я и так смогу отбиться, если что. Меня, кстати, просили в предыдущих видео показать военные действия. Как я действую армией. Ну, вот, пожалуйста, смотрите. Хоть это и скучно, по-моему, как мне кажется. Вот эти перестрелки. То есть здесь, ну, вот, опять же, демография. Как видите, я опять чуть его опережаю по солдатам и на 14% по науке. То есть мы периодически с солдатами. То у него чуть сильнее армия, то у меня. Ну, это там буквально один-два юнита. Ладно, на этом я третью серию закончу. Тут как раз осталось до конца примерно столько же. То есть где-то еще час. И как раз следующая серия будет последней. Сейчас будет традиционное итоговое подведение итогов этой серии. А окончание этой четырехсерийной эпопеи с одним городом, надеюсь, выложу завтра. Ну, по технологиям все просто. Идете к пластикам, потому что там лаборатория. А потом к спутникам по пути делаете программу «Союз» строите. Просто потому что там космический корабль, телескоп «Хаббл». Вот в спутниках открыв, строите телескоп «Хаббл» и считайте, что победа у вас в кармане. По общественным институтам я предпочитаю порядок, потому что там есть такой институт, который увеличивает скорость строительства фабрики. И плюс к этому фабрика дает бонус к науке. На этом третья серия закончена. Окончание следует.